привет народ я вас рад всех приветствовать на своем канале бизнесолог это самый сочный бизнес контент и вы знаете я сегодня в этом выпуске в этом видео хотел бы с вами поделиться хорошие такую замечательные знаете добрые истории из своей жизни своего детства да я даже может быть даже серию сделал выпусков того как я зарабатывал первые деньги вчера просто я проезжал мимо одного места и я решил думаю ну людям будет интересно да потому что именно понять путь того как ты пришел к этому и зачем тебе это нужно было это на самом деле очень интересно зачем тебе нужно было заработать деньги на что ты хотел потратить будучи подростком и как ты вообще подошел к этому сконнектил все и реализовал да это будет интересно поэтому усаживайтесь да поговорим сегодня мы об этом был наверное две тысячи третье наверное или 2002 год у меня был друг санек саньком мы уже тогда промышляли по моему алюминием то есть помните то время да когда мальчишки там все срезали там вот эту проволоку сдавали ее в чермет там и и получали за это деньги и вот однажды помню днем ко мне приходит санек и говорит слушай диман там твои подружки день рождения скоро мы все дружили одной компании нас вы знаете было наверное но гурьба человек 25 и мы ходили к девчонкам на другой район там что было с этими девчонками это просто нечто ребята там была компания девчонок человек 12 девчонок и типа у каждого из нас была девчонка девчонок это другая история да если много лайков будет и комментариев от вас добрых душевных я вам сниму на что там было с девчонками чё за девчонки как мы дружили да и что потом случилось дальше тоже там интересная история там прям вообще как ромео джульетта можно сказать даже круче по моему целая сага любовная но в этот день санек мне намекнул что скоро апрель в апреле день рождения у катюхи катюха это на тот момент ну типа подруга была но тогда в детстве подруга как там за там за руку прошлись и тут за твоя подруга да и вот я говорю слушай ну ты говоришь тему да музей начинается очень интересная тема того насколько наверное все таки в жизни влияет воспитание и финансы с детства да то есть дети которые из богатых семей которые например ну с детства привыкли к тому что пап дай денег или мам дай денег на мой взгляд они меньшего в жизни потом впоследствии добиваются и не исходя из того что ах вот там да например они просто более ленивые они более ленивые привыкшие к такой определенной зоне комфорта когда пап дай денег деньги идут да у нас в принципе компания была людей таких боевых прорывных в том числе сейчас эти показатели я даже думаю за каждым из нас закрепились все мои друзья именно детства именно вот эти детские друзья они в крупных городах сейчас проживают хотя мы все в принципе в провинции были но не в деревне конечно в обычном областном городе выросли да именно вот эта моя компания вообще я из семьи военного и у нас батя переколесил да я жил 12 школ сменил 12 разных мест это целая отдельная история да если кому-то интересно я могу по каждой школе сделать до видео и ребята вы узнаете почему я в жизни получился такой какой я получился каждый раз приходилось отстаивать свою точку зрения каждый раз новый класс везде тебя пытаются поставить на место то есть дожать сделать из тебя какой-то такой знаете пластилиновый вариант мальчика в принципе тоже думаю наверное череда вот этих школ переездов разные люди наверное закаляли в принципе характер если бы не это и если бы наверное я бы жил в может быть спокойным таком ритме выходил бы в одну и ту же школу впоследствии то есть что в жизни у меня потом случалось через много лет меня бы наверное бы сломали бы те обстоятельства которые вот у меня были да я бы не смог в жизни подняться то есть я бы тупо бы просто бы сгнил бы наверно в своем регионе бы ничего не добился и в принципе стал бы таким как вот большинство там моего вот этого последующего окружения так скажем ну люди нормальные вроде да но большая часть неудачников да неудачников сломленных которые ничего не смогли в жизни сделать изменить не их как бы жаль тем более они общение многие прекратили да особенно когда я там приехал помню из москвы на дорогой иномарке люди просто-напросто ну завидовать стали завидовать стали зависть это страшная сила завидовать ребята нельзя никому когда ты завидуешь ты кармической связью себя сдерживаешь когда ты завидуешь ненавидишь кого-то думаешь о ком-то плохо что-то ты привязываешься к объекту кармической связи которая тебя может быть в какой-то момент и объекту будет как-то не очень хорошо но в итоге в тебя ударит в три раза сильнее это действительно так и есть поэтому ну кстати среди вас это я обычно чувствую таких людей до когда человек со мной даже рядом садится я чувствую человека на расстоянии можно сказать да я сразу знаю его намерение потому что я много лет занимался и эзотерикой и различными другими видами учениями психологии глубоко и могу понять и различить до человека его суть его разные подсмыслы и самое главное намерение поэтому поэтому это тоже важно да но самое-то интересное и позитивное наверное это дальше то что вам хочу рассказать все просто да издалека так издалека так да но постепенно смысл беседы сведется все равно к тому что мои выводы из предыдущего да из прошлого они так или иначе воздействуют на будущее и потому что было видите ли дети из хороших обеспеченных семей они привыкают да с годами к тому что ну все на блюдечке все хорошо все подается все дается и все будет да дети которым в принципе нечего ждать нечего ожидать и у которых в общем то скорее всего не понимают что ничего не будет их жизнь заставляет действовать это тоже важно я конечно если вы меня спросите как ты будешь своего ребенка воспитывать я еще ребята не решила детей у меня пока нет но я не решил я да в каких-то растерянных чувствах ведь в принципе когда тогда в 90-х да там нас родители вот вас меня там да многих других растили ну все равно мы были в более да родители находились более плачевных условиях в плачевных обстоятельствах тогда было явно не так как сейчас и глупо там говорить что вот сейчас тоже труба сейчас кризис сейчас жопа ребят но сейчас пошел устроился в магазин и получаешь там 25000 да а тогда чтобы короче работу такую найти там родителям я не знаю что надо было сделать это просто труба какая-то у меня вот отцу помню деньги вообще не давали давали просто продуктами то есть продуктами тушенкой макаронами там вот и все как бы кормить ну это же ужасно поэтому сравнивать тогда и сейчас нет смысла возможно когда начнется вот этот вот период когда в ребенка надо что-то закладывать вкладывать подавать какую-то информацию воспитывать его может я поменяю свое мнение но я думаю что ребенка надо воспитывать все равно с какими-то мотивами да с пониманием того что в жизни нужно что-то делать и самое главное это наверное не лениться и не думать что деньги нужны только для того чтобы сходить в клубешник до купить там шмали снять девочку и покататься на какой-нибудь машине деньги это средство да и это именно средство которое поможет тебе их приумножить и заработать еще больше наверное вот так я думаю что строить так скажем на начинаниях финансовой грамотности в школе же почему вот нет финансовой грамотности урок такой вы задумайтесь есть урок физкультуры ну согласен спорт ребенок спорт он только начинает это важно это нужно математика хотя вот эти вот углубленные варианты математики я честно не понимаю я всегда воевал там с геометричкой алгебраичкой с учителем физики мне как бы это я понимаю что считать я научился да ну а зачем мне вот эти пифагоры мафагоры ну не собираю себя поступать там ни на ракетостроителя ни на какого-то человека который будет сложный математический алгоритм и там стоять и доказывать перед нобелевской комиссией да мне это не нужно я им это пытался объяснить да тупо поставьте мне там тройку в четверти зачем вот по алгебре меня дрочить я кстати был в основном хорошистом и отличником по дисциплинам которые мне нравились это история литература там общество знания а вот что мне не нравилось ну там по-моему только по физике была четверка а вот это дурит и химия какая-то геометрия алгебра зачем мне это зачем мне засорять мое вот это вот поле сознания да жизнь прекрасна хотелось больше то есть наслаждаться жизнью непосредственно у нас вот как устроена жизнь вот вы задумайтесь зачем строят дома вверх вот эти вот человеники ребята на самом деле не только из-за того что это дешевле это проще это то это сего я думаю что это целая программа программа уже какого-то рабского кода в мозг она тебе вживляется внедряется да чтобы ты например человек личность понимал ага вот я живу в каком-то вот непонятном двадцатипятиэтажном человеники мне вечно негде машину поставить а где-то живут господствующие личности то есть например есть какой-то поселок загородный да он огорожен он малоэтажности там коттедж то есть там господствующий класс здесь улей да пулей с пчелами трудяшками такими которые работают чтобы обслужить господствующий класс я вот иногда думаю да это же настоящий кастовый разрыв то есть есть касты богатых бедных средних тех кто может что-то и тех кто вообще ничего не может и это очень страшно и вот исходя из этого конечно я могу предположить что ну ребенка наверное буду с основами финансовой грамотности начинать воспитывать а сам как пойдет не знаю потому что пойти может по-разному ну ладно и здесь вот Санек когда ко мне зашел мы с ним начали беседовать да о том о сём и он говорит Диман я тебе предлагаю одну тему ты сейчас меня выслушай и мы с тобой пойдем в другое место я уже там с Максом договорился я говорю а кто такой Макс сейчас тебе все расскажут ну в итоге он заходит и начинает рассказывать что он говорит я пробил тему и мы сейчас идем на работу я говорю слушай а что там надо сделать он говорит там строительный рынок лесопиломатериалов туда каждый день привозят по 10-15 фур эти фуры с деревом надо разгрузить я говорю а что за дерево ну у меня в понятии было вот как бревна да вот такие вот он говорит да нет там есть вагонка есть доска половая есть какие то вот такие рейки просто были помню ну короче много чего есть мы приходим на этот рынок и встречаем этого Макса такой мужик лет ну по 30 может на тот момент он там типа как ну прораба да набирает там кто будет работать и распределяет кто на какой там объект пойдет какую фуру разгружать и он говорит ребят вы уже поздно пришли давайте завтра короче приходите работа до хера по пятихатке на тот момент во и пятихатка это прям вообще заработаете вот так вот на раз-два мы такие ну все я такой бегу домой там знаете всю ночь там не сплю там думаю блин вот сейчас завтра бабки пойду рубить зарабатывать вообще молодые мальчишки такие дурачки еще вот и я помню встали мы с ним в 6 утра пока чай попили то есть все нам сказали в 9 чтобы там были я прям пораньше встал такой душик принял бодрячком кофейку там печеньку там всего туда-сюда и все и начал туда собираться выхожу помню иду мне минут 15 до этого рынка надо было идти там уже стоит мой друг ансанек ну все готов он мне еще помню спортивно так оденься я там кроссовки шорты короткие как футболист такую нету борцовку такую одел весь такой кепку чтобы там не напекло потому что хер лежала жара то у нас тут в городе 40 блин летом и мы приходим у нас этот макс говорит ребята пойдемте я вас познакомлю вы с ним сейчас короче садитесь и едете я такой в смысле садитесь и едете нас же вроде как бы ну сказали это что мы здесь будем на рынке нет вас на объект повезут я такой блин на объект он говорит вам побольше заплатят прям без проблем я сказал вы мои люди вы короче крутые парни да все нормально все договорено ну я такой слышу санек я говорю я там мамке сказал приду во столько то во столько то типа я говорю вдруг у нас задержат там она переживать будет он не 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 хорош ты ты че там ничего нас не задержит ну начал мне там внушать все будет хорошо и че вы думаете я собираюсь и еду прыгая в камаз нас увозят бог знает куда мы в камазе там сзади барахтаемся камаз и к нему еще прицеп как сейчас помню да мы туда приезжаем и он задом сдает там такой как мини цех ворота открываются и там стеллажи и пару досок уже лежит там ну немного так по низам там да и он говорит ну ладно вот ребят камаз короче не сам а прицеп разгрузить и все мы начинаем разгружать короче помню я санек и еще один мужик нам всем как бы сказали что мол по 500 рублей вам заплатите я там короче ребята просто напросто вот на последнем дыхании и таскаю эти доски доска половая она тяжелая огромная я помню мне стало безумно жарко я вообще снял майку короче этот там мужик который таскал он бедолага запыхался вообще ну он такой уже возрастной да я вот тогда понимать стал понимание ко мне приходило мужику лет под 50 было да он доски таскает я так думаю блин вот насколько наверное это грустно вот у меня тогда было да сознание того что вот просто таскать что-то тени таскай беги бери там это ну не очень таки работа хорошая да но в принципе то есть уважение к людям которые все равно даже таким образом зарабатывают на жизнь у меня уже проявлялось то есть если там мне кто-то когда-то скажет ты просто там какой-то там мажорик который ни хера ничего не делал то мне сразу есть еще рассказать очень много жизненных историй да и до этого я уже пытался помню заработать и после этого тысячи девятьсот раз я пытался заработать деньги что-то получалось что-то не очень получалось да вот это просто я встретил ну увидел из окна автомобиля своего приезжал недавно этот рынок да мне захотелось просто вот передать все вот это вот вот и вот этот мужик он такой весь обгорелый какой-то загорелый я представляю наверное там на этом рынке он может он до сих пор работает да вот сколько лет прошло лет двадцать уже может надо посходить посмотреть может он еще там работает до сих пор я вспоминаю его глаза он настолько уставший был мне кажется он их разгружает эти доски там наверное с рождения да и что вы думаете друзья пришел помню начальник такой типа ну мужичок лет сорока да и он говорит так ребята там он этому мужику ты как бы у них постарше ты за главного смотри часть досок сюда доска половая вот такая сюда доска половая такая другая их там два вида разные длины по-моему были они да три наверное или шесть метров три и шесть по-моему где-то так да ну такие достаточно длинные и тяжелые короче их прям на плечо и пошел на плечо и пошел и он такой встал типа ребят ну чё я тут с вами буду до вечера давайте-ка быстрее и санек такой сразу как знаете как робот подхватывает это и начинает быстрее мне он немножко этот мужик не понравился я вот до сих пор помню такой высокий длинный нос немножко такой знаете ну как бы видно что он к людям таким кто зарабатывает руками относится просто как к ничтожеству потому что когда вот этот мужик попросился в туалет он говорит ну ты чё сюда типа ссать пришел что ли короче тут работать надо ну тут хорош я отойду в туалет хочу ну ладно давай бегом быстрее типа короче вот как бы надо немножко к людям все равно более по-человечески относиться хотя я понимаю что мало людей нормально относятся к работягам в основном работяги для такого народа вот как вот этот длинный сносастый это просто ну расходный материал да типа один там помер да не смог тащить возьмем к себе другого это очень грустно на самом деле это очень грустно все таки все мы люди все мы братья да вот такое вот отношение мне тогда это тоже так запомнилось вообще я наверное в принципе наверное очень впечатлительный человек да и вот такие вещи когда вижу мне как-то это прямо вгрызается в память в сознание я начинаю об этом думать всегда и вспоминать кстати давно я хотел это рассказать да как я зарабатывал денег ну вот в итоге слушайте в конце конечно очень такой расклад очень и очень какой-то наверное больше грустный чем не грустный да мы разгрузили короче вот этот вот прицеп и тут подъезжает по-моему ленд-круизер по-моему даже наверное сотка или до сотки да нет сотка по-моему подъезжает выходит оттуда такой пузатый дядька лет такой наверное под 65 такой как черепаха уже ходит ну такой типичный знаете так вышел выполз как в сторону так ребята короче я не нашел где этот припарковать типа камаз там он там стоянка платная там то там все что войдет это сюда этот да ну войдет не знаю надо высоту как бы выстраивать этот ничего парни молодцы мы им набросим как бы это потаскают санек такое смотрел вахуй стоит ну реально устал короче да и я как бы подустал так то этот такой ну чё типа сколько нам ну еще типа столько же и чё вы думаете короче мы начинаем этот камаз дальше то есть сам камаз да то был прицеп он немножко меньше мне казался этот сам камаз там по-моему доска еще тяжелее шире длиннее по-моему мы туда я смотрю на время уже там ребята от часов под 11 вечера короче без 15 и 12 мы запинали последние доски ставили в высоту там то есть сначала как настил делали да из досок потом эти доски ставили в высоту это вообще за это я как понимаю как потом уже прочитал да впоследствии мне тоже стало интересно насколько нас нагрели нас нагрели сильно и чё короче вы думаете ребята в конце эти уроды короче мужику дали 500 рублей хотя получается обещали они ему тысячу а нам по 300 по 300 закрыли замок на ворота и сказали ребята ладно денег у нас нет давайте до свидания сели в круизер и уехали я вот думаю представляете сколько людей сколько пацанов они так вот обманули это же на самом деле ужасно да это мужик говорит вот так вот и накалывают нас работяг я такой смотрю ему вслед это он так уходит от меня и раз заходит в магазин пиво разливного взял сел на лавочку это санёк да пошли тоже возьмем Диман по пиву я говорю да пошли взяли мы по пиву остались у нас там эти грошики жалкие вообще просто ну просто копейки сидим пьем а вот ноги просто отваливаются такое ощущение что сука я Эверест покорил мне настолько херово еще вот ну ни разу помню в жизни не было когда я вот этот КАМАЗ с прицепом разгрузили мы в треху не знаю может быть тогда наверное все таки молодой мускулатура как то по другому работает мне кажется ребят если бы мне сейчас дали КАМАЗ с прицепом разгрузить я бы наверное рухнул бы в конце дня хотя может не знаю ребята пришли мы домой и около подъезда меня уже встречает мама папа Саша вот этого папин Саша стоит он помню был милиционер с пистолетом короче стоит злые мы такие юб ну сейчас мы Санек получим да они ну чё типа где были мы такие ну вот мы работать ходили ну чё заработали а мы подбуханы немножко ну там Санька за ухо короче батя схватил как помню домой короче вот волок на меня мои правда ничего батя говорит ну ладно Дим зарабатывать это хорошо это не воровать молодец мамка там но на эмоциональном мне куда ушел я думала вас уже папа Саша сказал в Казахстан увезли на луковые плантации работать сука как ты мог мне не позвонить туда-сюда я а я зашел домой просто упал в ванну воды набрал лежу думаю ебой неужели это все со мной Дима ну ты терминатор просто ты просто терминатор я помню лег вот так вот солдатиком туда просто набрал воды в горячей воде знаете когда набираешь кипятка прям как-то мышцы немножечко ну суставы все вот это вот немножечко боль как-то улетучивается я в тот день заснул я не помню как заснул но самое главное что вот этот вот вкус денег да первых таких ну не то что первых я и до этого зарабатывал но в тот момент я прочувствовал что такое на самом деле первое физический труд что такое на самом деле ценность деньгам да что они легко не достаются что это действительно тяжело что люди лживые и они паскудные договаривайся всегда на берегу бери аванс да будь умнее работай на опережение люди сволочи они жадные ленивые сволочи все хотят особенно такие вот пузатые мажоры обмануть друг друга именно поэтому я еще тогда усвоил они ездят на таких крузаках люди которые ходят пешком они никого не обманывают они скорее всего честным трудом зарабатывают а такие вот товарищи на букву Е да они и занимаются тем чем занимаются и вот это все в комплексе наверное дало мне какой-то толчок для последующих наверное более позитивных да историй в моей жизни но как я зарабатывал деньги первые в своей жизни я наверное не забуду никогда я еще где-то раз ну семь-восемь наверное ходил на подобные заработки тоже было интересно здорово приключения были огонь просто и с другими своими друзьями ходил ну на самом деле ребят на самом деле все очень сложно в жизни да но я думаю у каждого из вас были какие-то подобные истории можете рассказать в описании мне будет интересно посмотреть да на какие подработочки выходили ставьте лайки канал бизнесолог да самый сочный бизнес контент я вас очень всех люблю надеюсь вам со мной было весело интересно ребята поэтому жду от вас лайка подписки на канал будем его развивать потому что мне самому интересно его развивать за него и деньги то не платят да за бизнесолога рекламы тут никакой нет ну и ничего зато зато для души все ребят я вас люблю до скорых встреч всем пока